Все знают, что в честь Хэллоуина в Бравл Старс добавили новые мега-боксы Зомбо-ящик Чтобы получить зомбо-ящик, достаточно взять обычный мега-бокс и соединить его с зомби И мы получаем новый зомбо-ящик Выглядит это круто, но В один прекрасный день я подумал, что будет, если я добавлю собственные мега-ящики в честь Хэллоуина в Бравл Старс Потому что Хэллоуин ассоциируется у нас не только с зомби Но для начала вместе с вами открою свои зомбо-ящики в Бравл Старс Мне очень нравится, как выглядит этот дохлый ящик Но понравится ли мне то, что я найду внутри? Да, много всякой фигни, но ничего интересного Ни одного скина, ни одного бравлера Хорошо хотя бы то, что получил этот бокс бесплатно Но все же я получил новый скин на Эль Прима Все-таки мне уже нравятся эти мега-боксы Посмотрим, что там еще попадется Поставь лайк, если у тебя есть такой же скин Что? Еще один? Получил бравлера! И мега-крутой скин на Динамайка Ну ладно, ладно, я ошибался насчет этих мега-боксов Все же можно с них получить крутые штуки А ты прямо сейчас напиши в комментариях, что тебе попалось самое крутое в этих мега-боксах Ну и... И мега-крутой халуйновый скин на Брока Да, зомби-брок, это мне нравится А еще мигает у меня пятерочка Это значит, что я сейчас получу что-то мега-крутое Мда, круто Но зомби-скин на Брока выглядит эпично Также Динамайк, который бросается мозгами, мне очень нравится А также я выбил Бастера А это не может меня не радовать А сейчас настало время, чтобы создать свой собственный халуйновый бокс для Бравл Старс И сделаем это таким же образом, как сделали это разработчики Бравл Старс Мы просто возьмем обычный мега-бокс И соединим его с какой-нибудь штукой, которая ассоциируется у нас с Халлоуином А больше всего с Халлоуином ассоциируется халлоуиновская тыква Это все знают Напиши в комментариях, если ты думаешь точно так же И сейчас, взяв за основу обычный мега-бокс Мы сделаем из него страшную халлоуиновскую тыкву Уменьшаем прозрачность и начинаем В мега-боксах есть определенные детали, которые нужно оставить Чтобы сразу было понятно, что это мега-бокс А не какая-то обычная коробка Например, у них есть вот такие вот штуки на углах Я не знаю, кстати, как они называются Если вы знаете, то напишите в комментариях И это будет у нас страшная тыква Ну и одна часть уже почти готова И это уже немного похоже на тыкву Кстати, здесь у нее такая характерная черта Такая ручка, которая бывает обычно у тыкв Эээ... Стоп, у тыкв есть ручка? Нет, это невозможно Ну и конечно же, конечно же мы должны сделать нижнюю часть А эти формы должны больше нам припоминать тыкву Да, получилось очень круто И осталось только разукрасить этот хэллоуиновый тыквенный мега-бокс Все знают, что тыквы такого оранжевого цвета Ручку сделаем коричневой, а всякие вот эти детали будут красными Как у стандартных мега-боксов Чтобы никто не писал в комментариях Это не похоже на мега-бокс Это уже выглядит очень круто Но еще нужно добавить тени и блики Чтобы это выглядело просто... Начнем от теней Тень падает от верхней части тыквы С тенями это уже выглядит идеально Почти Потому что остались еще блики А как же понять, где рисовать блики? Здесь все очень просто В тех местах, куда падает солнце, либо другой источник света Нужно рисовать блики Понятно? Обычный мега-бокс Соединенный с хэллоуиновской тыквой И мы получаем Тыквенный мега-бокс Ту-ру-ту-ру-ту Но тут вы должны признать, что это выглядит просто эпично Поставь лайк этому видео, если хочешь, чтобы в Бравл Старс добавили такой мега-бокс На следующий Хэллоуин Следующая вещь, которая у всех ассоциируется с Хэллоуином Это призрак Так делают призраки, да? Или нет? Я не знаю И в принципе не хочу знать Но что я хочу знать То это как будет выглядеть мега-бокс призрак Но к счастью мы уже знаем Как это узнать Но как это сделать? Блин, на самом деле я не знаю Это уже какой-то челлендж получается Ну, маленький челлендж Челленджик Челленджишек Начнем от рисования обязательных элементов, которые должны быть в каждом мега-боксе Призраки обычно любят прятаться в каких-то простынях и пугать всяких людей А может даже и зверей Так, это будет верхняя часть Обязательно нужно добавить ручку Кстати, этот мега-бокс будет летающий И настало время добавить немного цвета Да, конечно, здесь не слишком много цветов Потому что призраки обычно прозрачные Также здесь обязательно нужно сделать тени Чтобы лучше передать структуру ткани Но если бы этот бокс добавили в Бравл Старс Как бы он назывался? Мега-призрачный бокс? Прозрачный бокс? Шептун бокс? Или... Короче, я не знаю Я уже устал думать Но если у тебя есть идеи То смело пиши в комментариях Представьте только себе Что я, Миха Дзен Работал бы в Бравл Старс Какие только крутые мега-боксы могли бы там быть А что будет, если мы сделаем Хэллоуиновский бокс для Бравл Старс С каким-нибудь нетипичным персонажем из хоррора Например, Шин-соник? Я не знаю Существуют ли на целой планете люди Которые бы не хотели посмотреть как выглядит мега шинсоник бокс в brawl stars. У шинсоника есть его характеристичные особенности, которые мы должны отразить. Например, вот такой нос. Я ещё не знаю, как это будет выглядеть, но я думаю, что это будет выглядеть мега круто. Сейчас сделаем его лицо, морду. Не знаю, будет ли это похоже на бокс из brawl stars, но наверняка это будет похоже на шинсоника. А для того, чтобы это было больше похоже на бокс из brawl stars, нужно оставить вот эти вот штуки по углам бокса. А также нужно помнить, что у соника есть иголки. Ну а нижняя часть будет похожа на более стандартный бокс. А по-настоящему эпично будет тогда, когда я разукрашу этот новый шинсониковый мега бокс. Десна оставляем ему красного цвета. Также красного делаем вот эти вот шурупы и всякие остальные детали, типа ручки и вот эти вот штуки по углах. Делаем цвет его кожи. Стоп, это кожа или это что? Хе-хе, о да! Если вы думали, что это всё, то блин, ну вы же не первый день меня смотрите. Кстати, если смотришь меня уже не первый раз, то почему до сих пор не подписан на мой канал? С тенями это, конечно же, выглядит уже мега круто. Но это ещё не всё. Нужно добавить свет и блики. Берём обычный мега бокс, добавляем к нему шинсоника и получаем... О да! Но если это для вас не эпично, то я не знаю, блин, что для вас эпично. Тогда я вообще удаляю свой ютуб-канал, блин. А что ещё он ассоциируется с Хэллоуином? Конечно же, это скелет. Это будет очень просто. Эта ручка будет выглядеть как кость, а сам бокс будет немножечко треснутый. Делаем ему вот такие вот грустные глаза, а здесь добавляем зубы и кости. Ну и осталось его только разукрасить. При помощи теней и бликов добавим немного объёма костям, которые здесь торчат. Ну и готово! Мега бокс плюс скелет. Я не понимаю только одной вещи. Почему в Бравл Старс не добавили таких крутых боксов? Может быть потому, что я там не работаю? А? Ха. Но не стоит расстраиваться, просто поставь лайк этому видео и подпишись на мой канал. Если вы думали, что это всё, что ассоциируется у меня с Хэллоуином, то... нет. Демонический бокс! Ухахахахахахаха! Давайте не будем тянуть и сразу же сделаем этот бокс! Начнём, пожалуй, с рисования глаз. Они точно должны быть страшными. И в этом боксе вместо классических шурупов я сделаю рога. Я уверен, что это будет работать точно так же хорошо, только будет выглядеть это более уникально. Также сделаем ему необычную ручку. А может быть, вообще сделать его таким волосатым и пушистым? Кстати, не нравится мне, как выглядит этот нос, поэтому заменим его на какой-то вот такой. И осталось его только разукрасить. Он будет весь такой красный и с жёлтыми всякими деталями. Это уже выглядит очень круто, но с тенями и бликами будет ещё лучше. Ну и готово! Демонический мегабокс! Ну и ещё один, ещё один Хэллоуиновый мегабокс добавляется в нашу Хэллоуиновую коллекцию мегабоксов для Бравл Старс от Миха Дзена. Прекрасно! Ну и осталась только одна вещь, которая ассоциируется у меня с Хэллоуином. Конечно же, это Хэллоуиновская ведьма. Что может быть проще, чем нарисовать ведьму, как бокс в Бравл Старс? Я не знаю. Если ты знаешь, напиши в комментариях. Вместо ручки у этого бокса будет торчать метла. Также на нём будет надета шляпа. Шляпа ведьмы. Обычно у ведьм большие носы. Ну а во всём остальном, я хочу, чтобы это выглядело как обычный бокс с Бравл Старс. Ну и конечно же, осталось только разукрасить этот новый ведьминский мегабокс. Шляпа будет фиолетовой. Ну и конечно, нужно добавить блики и тени. Ведьмин мегабокс в честь Хэллоуина от Миха Дзена. Этот мегабокс тоже выглядит просто прекрасно. Эти мегабоксы, которые мы сегодня создали, выглядят мега круто, мега эпично и мега хэллоуиномо. Напиши в комментариях, какой из этих мегабоксов нравится тебе больше всего и хочешь ли, чтобы какой-то из них добавили в Бравл Старс. Ну и конечно, помни о том, чтобы подписаться на мой канал, мой телеграм, короче, вы сами всё знаете. И до встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok